Оренбург сковала льдом десятки человек. Утром во вторник обратились в травмпункты. Новые автобусы выйдут на городские маршруты. Президент страны дал символический старт поставке транспорта регионам. Брошенные на произвол судьбы стаи бездомных собак пополняют питомцы, оставленные дачниками на участках. Готовимся к новогодним праздникам. Почему эксперты советуют делать это заранее? Профессиональный праздник на рабочем месте. О чем и как снимают программы и сюжеты на ОРТ. В эфире новости дня в студии Айнура Алиева. Здравствуйте. Корреспондент ОРТ готова рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с последствий непогоды. Утро вторника встретило жителей областного центра порывистым ветром и скользкими дорогами. Прогнозы синоптиков сбылись. Оренбург после ночного дождя сковал гололед. С какими проблемами столкнулись жители города узнали мои коллеги. Вот сейчас гололедится. Как идти? Я обхожу там, где ступенька. Вы видите, зеркало какое. Оно по всему городу. Это введенное зеркало. Днем плюс, ночью минус и дождь. К утру областной центр превратился в сплошной каток. Сетуют оренбуржцы. Добираться до работы на учебу опасно для здоровья. Чуть не упала. Но сориентировалась. И потом начала потихоньку идти, идти, идти. Но вот пока целая. Вероятность отправиться с утра по делам, а попасть в травмпункт высокая. В утреннее время только в Оренбургский центр травматологии обратились 14 человек. Среди них Валентина. Рассказывает, устоять на льду не смогла. Подвернула ногу. Вышла, хотела с тротуара сойти. А там большой гололед был. Ну и упала. Перевернулась с горки. Три раза скатилась. Доброжелатели позвонили в скорую. Меня привезли сейчас сюда. Главное правило в такой ситуации – быть предельно внимательными и осторожными. Первые признаки – перелома или вывиха, резкая боль и нарастающий отек. Врачи предупреждают – лучше сразу обратиться за помощью. На данный час у нас 14 обращений, 4 человека госпитализировано, 10 человек у нас прошло амбулаторно через травмпункты. Ну, в основном это перелом лодыжек, перелом костей предплечья. Самолечением заниматься не надо. Необходимо вызвать скорую помощь, либо самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Тем временем коммунальные службы ликвидируют последствия ледяного дождя. Бригады рабочих с раннего утра посыпают реагентами пешеходные дорожки. Территория рядом с остановками, подходы к детским садам, школам и больницам. Все выехали уже полдевятого по всем маршрутам, которые у нас есть. Семь экипажей, 52 человека выехали на посыпку соли. В ручном режиме мы отсыпаемся все социально значимые объекты. Это больницы, все подходы к ним, все марши, которые у нас есть на территории Южного округа. Вот сейчас вы видите уже маршала Жукова у нас уже отошла от льда. Тем не менее, почти всю неделю синоптики в Оренбургской области прогнозируют осадки. А плюсовые температуры днем будут сменяться на морозы по ночам. В МЧС просят водителей быть внимательнее на дорогах. Диана Кузимбаева, Виктор Горшенев, Новости дня. Добавим, опасные погодные явления синоптики прогнозируют также в 15 регионах России. В ближайшие дни осадки, шквалистый ветер и похолодание ожидаются в Республике Татарстан, Ульяновской и Пензенской областях. В соседней Самарской области желтый уровень опасности. Из-за метели упала видимость на дорогах. На некоторых участках было ограничено движение, их постепенно снимают. Снегопад продолжается на юге России. Многокилометровые пробки в районе КПП Верхний Ларс на границе с Грузией. Уже сутки автомобили не могут сдвинуться с места. В столичном же регионе крепнут морозы. В Москве и области в ночное время до минус 10. Небольшое потепление ожидается к выходным. Мы продолжаем. Оренбург получил 63 новых пассажирских автобуса НИФАС. Президент России Владимир Путин в день работника транспорта в режиме ВКС передал их нашему региону в числе пяти субъектов федерации. Они закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств Фонда национального благосостояния. Первым на связь с Кремлем вышла Оренбуржья. Денис Владимирович, Оренбургская область, пожалуйста. В ряде городов мы уже обновили на 100% транспорт, как электротранспорт, так и, соответственно, автобусный парк. Также по вашему поручению предоставилась возможность обновить транспорт в сельских территориях. В течение двух месяцев мы получим 125 новых единиц техники, которая закроет ряд проблем, которые есть в этих территориях. В областном центре за год мы обновили на 42% весь подвижной состав. Это больше 192 единиц техники. Глава государства отметил рост спроса населения на общественный транспорт, который становится современным, экономичным и комфортным. В нашей стране только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности перевозится свыше 10 миллиардов человек. И, безусловно, необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в сельских территориях. По словам министра транспорта страны Виталия Савельева, регионам доступны 7 программ поддержки, и на это направлены миллиарды рублей. В трехлетнем периоде 2023-2025 годов совокупный объем федеральной поддержки, включая бюджетные кредиты, за счет всех действующих программ, составляет порядка 260 миллиардов рублей. При вашей поддержке и поддержке правительства объем федерального финансирования в сравнении с периодом 2020-2022 годов увеличился почти в четыре раза. На текущий момент обеспечена поставка 1658 транспортных средств. До конца 2024 года в регионы России отправится еще более 12,5 тысяч новых автобусов. А это, в свою очередь, загрузка предприятий, производящих технику. Нефтекамский автобусный завод «Башкири» с воодушевлением воспринял президентское поручение. Губернатору Оренбуржья Денису Паслеру Владимир Путин порекомендовал удерживать высокий темп обновления пассажирского транспорта в регионе. Сразу по окончании мероприятия губернатор Денис Паслер дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу, сообщил, что испытывал волнение, отчитываясь перед президентом. Когда общаешься с президентом, волнение, поверьте, есть у всех абсолютно. Будь то губернатор, будь то не губернатор или какой-то федеральный чиновник. Ну, это абсолютно нормально. Но это же общение с президентом. Мне приятно, конечно, сегодня же передавать очередную партию новых больших автобусов в Оренбург. Я напомню, что с момента того, как мы начали реализовывать эту программу, я говорил о том, что мы, конечно же, поможем городам по обновлению. Оренбург до конца года получит 192 новых автобусов. Это большой объем, это беспрецедентный объем. Я разговаривал с ветеранами, так назову, да, с руководителями области. Он говорит, у нас был за всю историю один раз, когда мы 140 автобусов купили или получили, неважно. И то не новых, а тут только в Оренбург 192. Очередное заседание правительства прошло во вторник в Доме Советов. На повестке дня порядка 30 вопросов министры доложили о текущей обстановке на объектах благоустройства, а также представили программу по модернизации системы образования Восточного Оренбуржья, чтобы решить проблему кадров на предприятиях. Над проектом, который представили губернатору, работало сразу несколько ведомств образования, экономического развития региона и Министерства труда и занятости населения области. Концепцию программы представляет руководитель регионального Минобра Алексей Пахомов. Чтобы обеспечить кадрами предприятия Восточной зоны, предлагается практически уже сегодня изменить структуру обучения, открыть дополнительные группы и увеличить численность обучающихся в этих группах. В среднем в 2024 году планируют увеличить за счет дополнительного обучения количество студентов почти на полтысячи человек. А предприятия могут дать токарей и операторов станков ПУ 355 человек, электромонтёров 150, сварщиков 100 человек. Мы проанализировали, где-то была и дискуссия, там нужны ли пожарные, подняли пожарных, там тоже их готовят. На второй год после выпуска 84% трудоустройства на промышленные предприятия, ну то есть нужны специалисты по позже безопасности, оставили их в покое. Полностью убрали юристов, практически полностью убрали экономистов. Почему практически? Потому что у нас экономисты в Орском индустриальном, в интересах машиностроительного завода Орского, они даже в профессионалитет заведены для планов экономического отдела. То есть они тоже нужны. То есть 300 человек, это вместо юристов-экономистов, в основном начинаем готовить специальности машиностроительного профиля. Планируется, что с учетом нововведения образовательные учреждения Восточного Оренбуржья смогут давать промышленным предприятиям ежегодно не 500 дипломированных специалистов, востребованных профессий, а свыше тысячи. Необходимость менять систему подготовки среднепрофессиональных кадров возникла давно. Обсуждалась данная тема и во время выездного заседания правительства области, которое прошло на прошлой неделе. Напомним, в Новотроицке обсуждалась концепция развития города на ближайшие два года. Поднимался также вопрос нехватки кадров на предприятиях Восточной зоны Оренбуржья. По поручению губернатора, ведомство подготовили свое видение решения данной проблемы. К другим темам стая собак напала на школьника. В редакцию ОРТ обратились жители дачного массива близ хутора Степановского. Дачный сезон закончился, а собаки остались на участках брошенными. И теперь голодные животные стаями бросаются на людей. Подробности в сюжете Анны Овсянниковой. По этой дороге я хожу в школу каждый день, даже гуляю. И все время здесь ходят собаки. Причем не одна, не две, а стаями ходят здесь. Школьник Роман Картуз живет в СНТ ТЭЦ-строй хутора Степановского. Накануне вечером он вышел на прогулку со своей собакой. Держал ее на поводке, когда на него набросилась стая бездомных собак. По словам Романа, их было порядка шести. Мальчик мог серьезно пострадать, но его пес Тимофей героически заступился за своего хозяина. Начали кидаться, гавкать, лаять на меня сначала. А потом моя собака начала гавкать в ответ, и они набросились на нее. Очень сильно начали кусать ее. Моя собака скулила, я пыталась их отогнать. Взял камень, кинул в них. Страшно, конечно, потому что мог пострадать. Не было моей собаки рядом. В Степановском сельсовете находится школа, до которой дети боятся ходить без родителей. Проблема существует не первый год. По окончании дачного сезона люди перебираются в теплые квартиры. А вот собаки остаются брошенными на холоде. И сторожевые псы, которые охраняли дачи, заселяются на заброшенных участках, потому что места в квартире для них, видимо, не нашлось. И чтобы выжить, животные сбиваются в стаи. Местные жители рассказывают, собаки кидаются в основном на детей. Взрослых хотя бы немного боятся. Но и у них под рукой всевозможные средства защиты. У меня баллончики газовые просто летят, потому что я уже научилась пользоваться. Я подпускаю близко животное, прыскаю, она начинает отбегать, чихать. Вот здесь вот по улице тоже ходила как-то раньше в магазин. Сейчас мы не ходим, потому что я знаю, что там несколько собак породистых в ошейниках бегают. И я их боюсь, на нас несколько раз нападали. В июле этого года Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных животных и за вред, который бездомные псы могут нанести здоровью. На сегодняшний день существует линейка штрафов на законодательном уровне от 30 до 200 тысяч рублей, чтобы предотвратить такие неправомерные действия недобросовестных хозяев. Но все это бессмысленно, без регистрации животных. Зоозащитники добавляют, что помимо этого необходимы центры льготной стерилизации, чтобы остановить бесчисленное размножение животных. Ну и, конечно же, сами люди не должны забывать заботиться о своих питомцах и нести за них ответственность. Анна Овсяникова, Дмитрий Картус, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Готовимся к новогодним праздникам. Почему эксперты советуют делать это заранее? Профессиональный праздник на рабочем месте. О чем и как снимают программы и сюжеты на ОРТ. Это новости дня. Мы продолжаем. Экономисты советуют россиянам готовиться к новогодним праздникам уже сейчас. До праздника осталось чуть больше месяца. Россиян уже предупредили, что в этом году новогодний стол обойдется чуть дороже. Чтобы сэкономить на семейном бюджете, уже сейчас можно купить новогодние подарки для близких. Такой совет дает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он напомнил, что в преддверии праздника ценники могут взлететь в разы, да и выбора станет меньше. Несмотря на то, что большинство наших соотечественников получают зарплату, премию и бонусы ближе к новому году, я бы посоветовал не откладывать на потом, а заняться покупками сейчас. Как показывает практика, чем ближе к новому году, тем меньше выбор относительно недорогих и приемлемых по цене вещей. Обычно к концу году остаются наиболее дорогие позиции, потому что их реже покупают. Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее. В Роспродсоюзе также сообщили, праздничный стол в этом году обойдется россиянам дороже на 9%. Аналитики посчитали, новогодний ужин на четверых человек будет стоить 5500 рублей. Годом ранее россияне тратили на это в среднем чуть меньше 5000. Основная причина – в удорожании продуктов. Праздничное меню не обходится без салатов, где одним из основных ингредиентов является яйцо. Продукт подорожал на 25%. Один из новогодних символов мандарин вырос в цене на 35%. Курица также подорожала на 27%. А теперь информация для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник учрежден в 1996 году. Несмотря на популярность интернета, телевидение по-прежнему является важнейшим источником информации. Программы, которые вы видите на экране, создают большие сплоченные команды. И порой они работают 24 на 7. Для того, чтобы оренбуржцы каждый день знали о том, что происходит в регионе, ежедневно на работу выходят корреспонденты, ведущие операторы, редакторы, режиссеры и не только. Как создаются программы расскажет Виолетта Широкова. Свет выставлен, тишина в студии. Именно так записываются новости. Айнур уже готова зачитать подводку к следующему сюжету. В этом ей помогут суфлер и бойцы невидимого фронта за стеклом. Только они знают волшебные комбинации клавиш на пульте. Звукорежиссеры и операторы следят за тем, чтобы картинка была четкой, а звук чистым. В прошлом веке техника значительно отличалась от нынешней. Отправной точкой телевидения послужило изобретение начала 20 века, передающей телевизионной трубки и кинескопа Владимиром Зворыкиным. Первые аппараты были оснащены электронно-лучевыми трубками. Во время ожидания сигнала экран некоторое время был голубым. Отсюда появилось известное выражение на голубом экране. Первые телепередачи в СССР вышли в эфир в 1934-м. Про литературу, музыку и историю. Совсем без монтажа. Он появился позже. Сегодня многое выглядит иначе. Теперь же технологии шагнули далеко вперед. Например, не выходя из студии, можно оказаться в лесу, в космосе или на пляже. Поближе к солнцу и к морю. Но случается так, что журналисту необходимо выехать на место. Тогда съемочная группа отправляется в путь. Работа корреспондента – это оперативные действия здесь и сейчас. И не всегда все идет по плану. Пожалуйста, пожалуйста. Завалять животному. Коробка передач. Все это Кировец К7М. Далее отснятое видео проходит магию монтажа. А затем оно займет свое место в эфирной сетке среди других программ, которые вам нравятся смотреть на нашем канале. Я вообще очень люблю смотреть исторические программы. Когда они идут по телевизору, я всегда их смотрю. Люблю смотреть новости, чтобы знать, что происходит. Я предпочитаю смотреть фильмы, особенно комедии и мелодрамы. Это прямо мое. Я часто смотрю телевизор, и чаще всего это спортивные программы. То есть футбол, баскетбол. И новости смотрю, и фильмы смотрю, все смотрю. А все это азбука движения, где мы осваиваем новые для себя виды спорта. Народный гид, в котором узнаем ближе родной край. Тема дня, где обсуждаем самые актуальные вопросы. Смотрите ОРТ и будьте в курсе всего, что вам интересно. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня. В преддверии Дня матери ОРТ запускает конкурс детских рисунков «Моя любимая мама». Отправить рисунок, который нарисовал ваш ребенок, можно в мессенджеры по телефону 8 987 852 6011. Подробно об условиях акции на официальных страницах телеканала в социальных сетях. Там же будут опубликованы все рисунки, где за понравившийся детский шедевр можно оставить свой голос. Итоги подведем в понедельник 27 ноября в 3 часа дня. Победителей ждут подарки, билеты в кино и в парк аттракционов. Памятники русского церковного искусства 19-20 веков. С выставки «История русской святости» начинает свою работу после ремонта Центральный выставочный зал Оренбуржья. Экспонаты из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева теперь доступны жителям и гостям города. Центральный выставочный зал был открыт в Оренбурге в апреле 1980 года. С тех пор глобально ни разу не ремонтировался. И вот у одной из главных музейных площадок региона началась новая жизнь. Дождались того, о чем мы мечтали. Наконец-таки случилось. Наконец-таки случился капитальный ремонт с хорошим дизайном. Я имею в виду, ну вообще просто сказка получилась. Сегодня пространство заполнилось одним из самых необыкновенных жанров искусства – иконами из собрания Центрального музея имени Андрея Рублева. Во обновленном зале созданы все условия для того, чтобы представить ценнейшие экспонаты выставки. Здесь больше ста экспонатов. И все они абсолютно бесценны. Трудно сказать, какой экспонат ценнее. Одним из первых посетителем обновленного музейного пространства и новой выставки стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Здесь есть что посмотреть. Это уникальнейшее собрание. Ну, по крайней мере, я с огромным удовольствием сейчас посмотрел. Самое главное, соответственно, есть что еще посмотреть в будущем. Лик Богородицы, житие святых. От них веет необыкновенной энергией. Завораживает. И то, что многие иконы, написанные несколько веков назад, придает экспозиции особый дух. Выставка откроется для посетителей 22 ноября. Елена Нефатьева, Игорь Бероев. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте orttv.ru, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, и ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8 987 852 6011. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до встречи в эфире.